Здравствуйте, с вами Ломонос Пётр. Сегодня мы поговорим о таком любимом всеми цветке, как ирис. Конечно, обо всех ирисах мы рассказать не можем. Почему? Потому что существует более 250 видов. Но мы поговорим только об одной группе, которая наиболее любима нашими цветоводами, которая чаще всего выращивается, это бородатые ирисы. Но их, между прочим, тоже не очень уж мало. Сейчас насчитывается более 30 тысяч сортов этого прекрасного растения. Так вот, чтобы они радовали всем великолепию своих окрасок, очень обильно твили, есть какие-то определенные правила, которые помогут нам, чтобы ирисы нас отблагодарили пышным цветением. В чем заключаются эти правила? Они заключаются в правильном уходе. Правильный уход начинается у нас уже весной. Значит, эти ирисы, как правило, мы берем, окучиваем. Мы берем, окучиваем, ну, присыпаем. Можем присыпать листьями, можем лапником, можем перегноем присыпать. Так вот, весной надо как можно раньше и быстрее это укрытие снять. Снять наше укрытие. В каком? Вот такая спиночка видно у наших ирисов. Вот эту спиночку надо, чтобы она прогревалась солнцем. Если спиночка, то есть эти корневища будут прогреваться солнцем, наши ирисы будут хорошо свести не только в этом году, но и последующие годы. Если же они будут в тени, наши ирисы будут закладывать очень слабо бутоны и свести будут очень слабо. Хотя и питания, и всего будет достаточно. Ну, первое, значит, поняли. Мы отгребаем. Отгребаем наш слой весь в ульширису материала и убираем сградок. Убираем сградок все органические вещества. Почему? Потому что бородатые ирисы очень не любят органики. Органика у бородатых ирисов, группы, вернее, сортов бородатых ирисов, она провоцирует развитие болезней, как грибных, так и бактериальных. Поэтому даже подкормки для бородатых ирисов делаются только минеральными удобрениями. Лучше всего, что я советую, что просто все сделать для этих растений, это дать минеральную подкормку сложным минеральным удобрением. Той же нитрофосткой, той же нитромофосткой, или как-то по-другому это называться, но любое. Здесь азот, фосфор и калий, есть микроэлементы. Ну, доза внесения. Если у вас куст такой маленький, небольшой, значит где-то грамм 10, это половина столовой ложки. Если у вас куст большой, значит это может быть и одна столовая ложка, и две столовые ложки. Все зависит от размера вашей куртины садовой ирисом. Ну, что делаем? Берем это сложное удобрение, рассыпаем по поверхности вокруг вашего растения, и обычная чапочка любая, такая, другая тяпочка. Мы просто-напросто потом все это как бы заделываем, задрапываем между растениями, задрапываем, чтобы это питание все находилось в земле. Эти ирисы постепенно будут усваивать все питание. Значит, замечу, что такая подкормка дается весной и один раз. В дальнейшем ирисы в таких подкормках уже не нуждаются. Для пущей наглядности мы приехали к знакомому цветоводу. Ирицы на этом участке посажены уже более 20 лет назад. Ну, конечно, как бы часть корневища выпала, но все корневища, видите, они находятся наверху. Благодаря тому, что корневища ириса не засыпаны, находятся наверху, они хорошо програются солнцем, на зиму они укрываются лапником, и они тут прекрасно, прекрасно цветут. Все удивляются, в чем секрет пышного цветения. А секрет этого цветения заключается в том, что все эти вот спиночки, которые мы видим, все они хорошо програются солнечными лучами, и все это помогает ирисам обильно и красиво цвести. Так что берите этот способ себе на вооружение. Так что, если вы уделите своим ирисам такое внимание весной, они порадуют вас обильным цветением в конце весны, начале лета.